Как сказал однажды знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг, мы с вами живем на ничем не примечательной планете, которая вращается вокруг ничем не примечательной звезды. Тем не менее, у нас есть шанс познать Вселенную. Именно этим заняты инженеры НАСА. Помните аппарат Parker Solar Pro, который направляется прямиком к Солнцу? На данный момент зонд находится на расстоянии 24 миллионов километров от Солнца, что ближе, чем Меркурий. В будущем аппарату предстоит пройти сквозь внешнюю атмосферу звезды и подвергнуться воздействию температуры, превышающей 1 миллион градусов по Цельсию. Несмотря на то, что путешествие зонда длится всего год, данные, которыми он поделился с исследователями, оказались удивительными. Ученые отмечают, что зонду впервые удалось рассмотреть нашу родную звезду с такого близкого расстояния. Что нам известно о звезде в центре Солнечной системы? С тех пор, как Коперник перерисовал карту космоса, ученые приблизились к самому сердцу Солнечной системы. Сначала с помощью телескопов, а затем спутников и космических аппаратов. Им удалось узнать о ядерном синтезе, питающем звезду и бесчисленном множестве других миров, которые вращаются вокруг далеких звезд. Может показаться, что мы хорошо знаем Солнце, однако многое о светиле, подарившем нам жизнь, остается неизвестным. Мы до сих пор не знаем, почему внешняя атмосфера Солнца, корона, такая горячая и почему из нее вырывается солнечный ветер? Это лишь некоторые из вопросов, ответы на которые нам с вами только предстоит узнать. Исследователи из НАСА опубликовали первые результаты, основываясь на данных, полученных от зонда Паркер в начале декабря. Согласно первым четырем работам, которые опубликованы в журнале Nature, солнечная корона высвобождает мощные потоки высокоэнергетических частиц, известных как солнечный ветер, которые можно наблюдать по всей Солнечной системе и далеко за пределами Плутона. Данные показывают, что солнечный ветер гораздо более турбулентный вблизи Солнца, чем в окрестностях нашей планеты, на расстоянии десятков миллионов километров. Исследователи также обнаружили, что сдвиги в магнитном поле Солнца ускоряют отекающие от Солнца частицы намного быстрее, чем предсказывала любая из их моделей. Более того, вблизи поверхности звезды, ее магнитное поле поворачивается на 180 градусов, тем самым разгоняя солнечный ветер до рекордных скоростей. Примечательным является и то, что исследователи не смогли бы получить настолько подробные данные, изучая звезду с поверхности планеты. Постепенно приближаясь к Солнцу, Паркер совершает сложнейшее роботизированное исследование космоса в истории, ведь если хорошенько подумать, достичь Солнца намного сложнее, нежели покинуть звездную систему. Напомним, что в начале этого года мы рассказывали вам о рекордах космического зонда НАСА. Надеемся, в будущем полученные результаты помогут исследователям лучше понять как жизненный цикл Солнца, так и эволюцию звезд.